Всем всего самого доброго, всем самого светлого и чистого. Здесь расклад на будущую неделю для всех, кто пришел и хочет узнать, как поможет вам в будущей неделе добиться того, чего вы хотите для себя. Видите, сколько колод передо мной, и если вы посчитаете, шесть. У нас на каждый день недели будет отдельная колода, и на выходные одна колода. На выходные я возьму колоду Ленорман, здесь единственная колода Ленорман, вот это вишневые и ледовые сумерки, это будет на выходные. И на все пять дней недели вот эти замечательные колоды. Начнем мы с колоды котов, потом перейдем на колоду 78 дверей, это на вторник, на понедельник, на вторник. Затем перейдем на другую колоду котов, это на среду. Золотая колода на четверг. И в общем-то это две одинаковые колоды, только они одна золотая, другая синяя. Это на пятницу. На четверг и на пятницу. Я приглашаю вас с пользой провести досуг и получить нужные вам рекомендации. Сейчас можно загадывать и спрашивать у моих карт, чего вы для себя хотите. На дне у колоды у нас карта влюбленные, это очень хорошо. Эта карта говорит, что у вас будет все очень-очень хорошо, новый период в жизни. И, конечно, зависит от того, кто вы и где вы. Очень супер важно. Поэтому у кого-то, например, у вас в планах найти себе пару влюбленные, это новый уровень вашего поиска, который уменьшается успехом. У кого-то из вас это уровень профессии, может, учитесь, обучаетесь чему-то или ищите работу. Это новый уровень, может быть, к семейной жизни, когда дети взрослеют или внуки. У нас, вообще-то, новый уровень каждый день. Но вот это зависит от того, что вы для себя считаете теперь уровнем, таким более, как говорят, высокой планкой. Карта влюбленная говорит, что вы достигнете того, чего вы хотите для себя. Этот расклад будет на понедельник. Задавайте вопросы, конкретные вопросы, и получите конкретный ответ. Это гарантия. Смотрите, это возьмёрка меча. Здесь, видимо, вы нашли себя сейчас в ситуации, которая буквально отвечает эта карта на то, какое самоощущение у вас. То ли вы чего-то испугались, то ли вам что-то угрожает, ментально или физически. Мечи — это, конечно, всегда препятствие, опасность, естественно. Потому что только по качеству мы узнаём. Но меч — это качество какое опасно. Так что здесь, ну, это может быть внешней опасности, да. Восьмёрка меча — это всегда внешняя опасность, когда человек просто не знает, не имеет всей информации. Потому что как бы глаза завязаны, но это метафора того, что вы не видите всего. Вы не видите всего, вы знаете только, например, о тех людях, что они вам сказали, или о них сказали другие. Вы не видите всего. Ну и причём нельзя же увидеть полностью другого человека, да. Человек — это любой, это мистика и секреты. Поэтому карты часто открывают секреты и на мистику проливают свет. Здесь может быть мир, но он довольно сложный вокруг вас. И вам кажется он очень тёмным, потому что восемь мечей — это как бы, ну, окружили вас враги или же запугали вас. Мечи направлены не обязательно на вас, но такое чувство, что на вас вам кажется. Поэтому вы переживаете. Именно сейчас вы нашли себя в реалиях переживания. И ваша сфера, понимаете, ведь общий расклад. Именно ваша сфера переживания. Двойка, нет, это у нас паж. Эти карты такие, это паж, похоже на номер два. Вообще эти карты, они очень классные, но каждая современная колода, она такая, знаете, немножко сюрреалистичная. И мне говорят, мне издеваются надо мной, говорят, коты, что за коты. Ну, это же абстракция. Абстракция, которая позволяет нам узнать правду, да? Паж, чаш — это поиск, поиск любви. Кто-то вас ищет. И несмотря на эти тёмные силы, которые воплотились вокруг вас, вас ищет любовь, хочет франзить вам сердце стрелой любви. Никак и не иначе. И карта Отшельник, вот вы как в Потёмках сейчас, да? Вы как в Потёмках, вы хотите проявить свет, хотите знать точно что-то, человек думает, что он планирует, или вообще глобально. Но вы как в Потёмках, вы не видите и не знаете правды, и вам, в общем, это очень тяжело принять. Хорошо. Карта Жезловая, карта хорошая. Ну, это карта Короля Жезлов. И здесь как кузнец, который делает такую металлическую розу для вас и смотрит на неё с любовью. То есть Король Жезловый — это тот, кто мечтает о вас, страсть имеет к вам. Или это вы имеете страсть к жизни, к вашим предпочтениям, к вашим новым реалиям, к вашим новым каким-то планам. И по этой карте у вас будут совсем ваши чаяния и надежды. В общем-то, расклад довольно интересный тем, что вот конфликты решаемые, да? Конфликты все решаемые. Пятёрка чаш, это может быть ваши слёзы в момент, ваши слёзы, ваши огорчения какие-то, неуверенность в том, что вы точно выбрали правильную дорогу, и как бы волна эмоций захлёстывает вас. Несмотря на это всё, знаете, две сложные карты, я бы сказала, что свой путь вы найдёте, и здесь энергии хорошие. Но здесь не застойная энергия. Здесь повезёт тем, кто будет, знаете, даже вот сквозь слёзы, сквозь препятствия, искать выход. Искать выход самому, не ждать моря погоды. Я бы сказала, да, так оно и есть. Это карта звезда. Кто ищет, тот всегда найдёт, да, эта карта. Это звезда. Знаете, мир сейчас, он новый рождается. И мы признаём это или нет, мир рождается новый. Звезда – это рождение новой звезды, нового человека. Кто меня не знает, я гражданка Канады, и у нас, знаете, теперь новый тренд появился. Он называется «Conflict-free diamonds». Ну, diamonds – это тоже метафора. «Conflict-free». Конфликт свободно от конфликта. Что мы… даже то, что мы покупаем, мы хотим знать, что это то, что мы покупаем, свободно от конфликта. Например, кофе выращивалось свободными людьми, и им платили хорошую зарплату. И там не был использован детский труд, например. Покупаем диаманты, и мы хотим знать, что там нет на них мафии, на этих диамантах. Называется «Conflict-free diamonds». Это новый тренд. И да, вот почему мне напомнил это, потому что карта звезда здесь. А карта звезда – это вы звезда. Это нет конфликта в том, что вы покупаете. То есть это новый человек рождается сейчас. Совершенно новая формация, да. И вы часть этой формации, вы часть этого нового мира, и мир переходит в новое качество, и здесь нелегко всем. Но вот этот внутренний свет, который звезда показывает, он уже у вас есть, потому что он в карте Отшельник. Да, Отшельник ищет свой путь. Может быть, тот ищет эмиграцию, ищет где-то жить, где действительно будет вот этот Homo Novus, Homo Deus, новый человек, где этот новый человек будет себя чувствовать защищённым. Вы, может быть, ищете такой путь, такую тихую гавань по карте Отшельник. Да, Отшельники же ищут тихую гавань, поэтому где-то в лес уходят. Там, где конфликт-фри, там, где нет вот таких конфликтов. И я хочу сказать, что энергии, которые вы видите на тех картах, они очень хорошие. Они говорят, что у вас всё будет замечательно, вам ничего не угрожает. Хотя были, конечно, проблемы, и, может быть, сейчас есть. Но вы их решаете одно за другое, не торопясь. Это всё решаемо. Если кто-то конкретно... Ну, я это конкретно сказал, да? Тем не менее, если кто-то конкретно... Вот восьмёрка меча, конфликт материальный. Звезда, вы найдёте хорошую работу. Понимаете? Или, например, конфликт финансовый. Что не можете приобрести? Вы найдёте то, что ищите. Ну, я уже не говорю о любви, потому что король Жезлов чётко вам сказал, что ваш человек любит. Не нужно в нём сомневаться. Да, есть мистика, есть непонятности в другом человеке. Может, вы нашли признаки того, что что-то он неверный вам. Это всё, знаете, мистика, другой человек. Но это не значит, что мистика направлена против вас. Может быть, какой-то процент моих слушателей – 10%. Например, действительно, что у него, например, есть другая. Ну, 90%, что ваши подозрения напрасны. Ну, если о любви кто-то спрашивает. В общем, что бы вы здесь ни спрашивали, по пятёрке чаш не плачьте, не горюйте. Двигайтесь дальше, у вас всё получится. Потому что пасть чаш говорит, что уже как бы есть в мире вот этот образ в вашей счастливой жизни. И этот образ уже зафиксирован вашими ангелами. Значит, ваши ангелы ведут вас в нужном направлении. Хотя в данный момент вам пока ещё этого непонятно. Всё будет хорошо, я о вас верю. Если просуммировать энергии дня, то они будут такие немножко противоречивые. Какой-то отчаянии, какие-то слёзы будут меняться надеждой. То есть такой день немножко турбулентный. Хотя я точно знаю, что вы со всем справитесь. Теперь с вами будем смотреть на вторник. Так, хорошо. Эти карты будут... Нет. Давайте вот эти возьмём. Что вам принесёт день, что будет, а вы ещё не знаете. 78 дверей. 78 дверей всегда показывают правду. Загадайте свои темы, свои вопросы, и вы конкретно увидите в картах ответ. Чем конкретнее вопрос, тем конкретнее ответ. На дне у колоды у нас четвёрка меча. Это карта... Ну, вы не знаете, куда вы идёте. Сейчас весь мир не знает, куда он идёт. Потому что время перемен, время страшное, время военное, послевоенное. Весь мир не знает, куда идёт, потому что рождается новый мир. Как можно знать, какой он, если это новый? Вот некоторые люди не понимают, что когда рождается что-то новое, мы не знаем, какое оно. Оно новое. Вот оно будет, и мы узнаем. И многие люди просто, ну, не живут, а мучаются, не понимая, что всегда, когда рождается новый мир, всегда нужно увидеть что-то новое. Это может рождаться новая специальность, новые отношения, новый дом, новое гражданство, что-то новое для вас рождается. Как для кого? Вы же не обессудьте, что я там говорю, там, гражданство, эмиграция, переезд, беженцы. Вы же не обессудьте. Это показатели нашего времени. Для многих это актуально. Если для вас это не актуально, ну, зачем вы стреляете в пианиста? Он играет, как умеет, типа я. Но я еще и пианист по иронии судьбы. Так что уж немножко будьте не то, что даже благоразумны, а немножко милосердны, что ли, да? Сразу выписываются. Выписывайтесь, если хотите. Но подписка для вас, не для меня. Вы же получаете сами конкретно пользу. В общем, ладно. Нужно было это сказать, потому что люди просто очень, ну, как бы нетерпимые. Если, значит, вы не беженые, значит, беженцев нет, да? Значит, я должна игнорировать их нужды. Но нужно же милосердие иметь, да? Anyways, давайте будем смотреть, какие энергии будут управлять теми, кто хочет узнать правду. Замечательно. Карта якорь. Вернее, не якорь, даже маяк. Это маяк. На дне у колоды солнца. То есть, есть маяк, есть план, по которому вы придете к солнцу. Солнце в Таро – это всегда успех. А теперь присутствуете в двух карт, загадывайте свою тему. Для кого тема? Это любовь, успех в любви. В маяк – это, значит, человек уже вас видит, понимает, хочет с вами взаимодействовать на взаимовыгодных условиях. Да, да, любовь – это взаимовыгодные условия. Венера, отвечая за любовь, это деньги и любовь. Деньги под тем же параметром, что работают деньги, взаимовыгодные условия. Только тогда можно заработать, когда мы делаем то, что людям нужно. Точно так же и в любви. Там никаких эмоций. Принято знать, что Венера – это эмоции. А то он сказал, что Венера – эмоции. Венера вышла из пены морской. То есть она избавилась от пены, пены эмоций. Венера – это холодная. Это холодный расчет всегда, потому что Венера отвечает за деньги. Здесь по этому раскладу у вас будут финансы, все будет нормально, успешные купли-продажи, лето-документы. Все достанете, все добудете. Карта «Маяк». Ну, там «Маяк» нарисованная, это тройка жезлов, да? Она говорит, что у вас все получится. И «Королева чаш» получится в любви. Это, смотрите, какие нежные цвета. Но потому что я снимаю ранним утром, вот это утренний, утренний свет, да? У вас может быть вечер сейчас. Всегда актуальный момент вашего просмотра. Итак, у нас здесь с вами вы, вас любят, вас уже ищут. Это любовь, любовь для кого-то. И нужно понимать, что, вот смотрите, мы говорим, почему мне так не везет? Вот меня один, второй бросил. Ну, не ваш человек был. Вы – это любовь для кого-то. Всегда так бывает, что мы кому-то нужны, кому-то интересны, а кому-то и нет. Мы же не можем нравиться всем. Это немножко рогантно думать, что мы должны быть такой эталон, как Бог. Бог нравится всем. Но мы же не боги, не боги, не боги. Anyways, давайте дальше смотреть, что еще вам нужно знать. Шестерка меча – это escape, это исход, выход, да? Вот, исход из такого, знаете, Египта рабского, ну, то есть, ну, если говорить метафорой. Это исход от препятствий, от агрессии, это исход от угнетения и исход от раболепия, от такого, знаете, какого-то состояния угрозы. Это исход, это выход, выход из ситуации. Многие найдут выход из ситуации. Многие также найдут любовь. Это точно. Тройка чаш – это всегда, когда вы, человек, которого вы ищите, и ангел, который вас водит. То есть, вот это, ну, встреча, свидание, знакомство, примирение. Что для кого? Но тройка чаш – всегда успех в любви. Паш Жезлов – это кто-то хочет вам дать подарок, ну, и подарок на этой карте. Но тоже Паш Жезлов – это поиск того, во что вы хотите вложить свою энергию. Чтобы энергию получить, нужно её во что-то вложить. Теперь мы понимаем энергию по-новому. Раньше всегда, но когда у нас физики думали, что энергия получается только при взаимодействии двух, например, вы, ваша работа, бац, энергия, деньги. Вы, любимый человек, бац, там, спальня вопрос хороший. Ну, сами понимаете, да. То есть, всегда физики думали о энергии взаимодействия двух. Теперь уже нашли нюклеофьюжн и знают, что можно энергию вынуть, когда расщепление атома происходит, да, энергия Солнца. Через 10-20 лет уже не будет никаких таких мафиозных структур, где будут торговать вот нефтью этим всем, потому что нефть будет в земле. Не будет сильных землетрясений, так чуть-чуть только, потому что энергию будем добывать из Солнца. То есть, здесь по этой карте жезлы — это расщеплённая энергия внутри. Ну, вообще-то, некоторые, ну, японская древняя традиция, она это давно узнала. Есть точка Ки, это так немножко под пуком у нас, где вырабатывается энергия. То есть, человек рождается с метафорой энергии, да, как ребёнок, он же совсем маленький, метафора энергии. И тогда вот расщепление атома, оно производит энергию. И атом расщепляется, то есть, это ваша Ки-энергия. Чи, Ки-ци, кто так называет, которая постоянно вырабатывается, пока вы живы. И вот это момента морум очень важно. Там потеряли деньги, потеряли любимого, день не задался. Моменту морум. Помним о смерти. В смысле, в хорошем ключе, что если мы помним о смерти, мы понимаем, что, хей, мы пока живы, давайте будем жить, и не будем там жалеть. Но вот это такой день, где вы скажете, о, whatever, water under the bridge. Я больше не буду жалеть о том, что было-то прошло. И вот это как раз об этом. Когда вы только переставаете, переставаете жалеть, а перестаете. Я знаю, как правильно сказать. Но какое слово вышло, такое и вышло. Слово не воробей, и я не стесняюсь сказать, что это неправильно. Значит, нужно было сказать неправильно что-то. Вообще. Когда вы перестаете ждать, да, а что-то делаете, вы открыли дверь, а там уже стоит успех. Это значит, что на пороге. Вы перестаете ждать. Вы начинаете делать, как ребенок делать, играться в жизни. А не там страдаете, что вот он такой подлез. Ну, подлез по жизни. Он не хочет быть подлецом, он родился подлецом. Значит, он по-другому не будет поступать. Люди не меняются. Люди только становятся более зрелыми. И нам кажется, что это перемены. Люди не меняются никогда. Как человек поступал, так он и будет поступать. Но это будет более, как бы, matured. То есть более, ну, зрелый и в плохом, и в хорошем ключе. Поступки его. И они кажутся другими, новыми. На самом деле, те же самые. Поэтому, если пил, будет пить. Если бил, будет пить. Если любил, будет любить. Вот и все. Точно таки депрессия. Кто не любит жизнь, ее будет все, меньше. Кто любит жизнь, будет все больше. Вообще. Ну, верховная жрица говорит, что сейчас вы получаете очень мудрую информацию от ваших сил, которая вам очень поможет. И я знаю точно, что эта информация сделает вас счастливым человеком. Я знаю точно, что здесь я вижу чаши любовь. Здесь я вижу жезлы. Это ваше жизненное предназначение, которое даст деньги. Я вижу шестерку меча. Это улучшение всего. То есть, скорее всего, переедут многие. Потому что шестерка меча, там вот сели в кораблике, поехали куда хотели. Ну, а вам нужно знать это. Нужно знать, иметь план. Верховная жрица очень мощная карта. А я знаю, что у вас будет все хорошо. Потому что здесь, на моих раскладах, вы получаете компас. Компас вашей дороги. Давайте просуммирую энергию дня. Я вижу маяк. То есть, задавайте вот сейчас вы, кто смотрит, конкретный вопрос. Ответ. Маяк уже светит. Уже пришел тот, кто управляет маяком. Это метафора, но это на самом деле так. Сам творец, ангелы. Пришел, кто управляет маяком, и зажег маяк. После этого раскладывают, увидите свет. Вы узнаете, окей, это продать, это купить, туда переехать, с этим поговорить, этого любить, это сказать родным, это сказать на работе. Вы все будете знать. Вот здесь у нас королева, вернее, королева, а верховная жрица. Вы будете человек знающий. А значит, у вас получится именно то, о чем вы сейчас думаете. Не сомневайтесь. Такой расклад. Сейчас будем смотреть с вами на среду. Расклад на среду. Это карты белых котов. White cats. То есть, другими словами, blank cats, который не имеет цвета. Сюда можно вкладывать своего двойника и двойник получит важную для вас информацию. Да? Что вам нужно знать? Что вам поможет? Что даст рекомендации? Что покажет путь? Десятка чаш. Шикарная энергия. Энергия любви, примирения, счастья. Шикарнейшая карта. Полный успех. Король Пентаклей. Смотрите, ваш муж найдет работу или вы найдете человека денежного. но с денежным человеком приятно жить, потому что у вас все будет. И деньги на счету, красивый дом, уют. Красивые вещи будут вас окружать. Король Пентаклей – это человек спокойный, вдумчивый, трудолюбивый, который любит собственность, любит иметь порядок порядок во всем. Это или вы такая есть или станете, или ваш любимый человек. Мне вот каждый день какой-то мужчина напишет, а когда же будет для нас. Мне всегда для всех. Те мужчины, которые думают, что женщины и мужчины это разные особи, разные списис, они не правы. Солнце. Встретите солнечного человека, встретите деньги. Солнце – это финансовая свобода и независимость. Солнце – это успех, это прояснение пути, это знакомство, примирение. Но это все хорошее. Это когда повезло, когда вы видите свет, вы понимаете, что делать. Важно не то, что будет результатом, а нужно понимать, что делать в момент. Солнце – это когда все видно. То есть солнце дает понимание, что делать. Сейчас идет какая-то борьба у вас, внутренняя или внешняя. Может быть, внутреннее вы решаете какую-то конфликтную ситуацию, ваши субличность. решает что-то. Там архетип жены одно, там вам говорит архетип человека, который хочет карьеру сделать другое. В общем, такие внутренние опять субличности спорят. Или же это на работе конфликт, или же вообще какой-то более глобальный конфликт, который будет решаться. Будет все решаться, будет все улучшаться. Ну и вас любят. Вообще это такая пара, мне такая пара очень нравится. Он пентакливый, вы сама любовь, он ресурс. Он ресурс, а вы любовь. Ну, он, она. Но если вам вы уже в таком возрасте, когда вы не хотите этой влюбленности, так, ну, это какое-то другое что-то, что вы будете любить. Но здесь ресурс и счастье. А еще и король чаш. Какая красота. Этот расклад говорит, что пара это взаимопонимание. Знаете, как говорится, будет или не будет, это Бог рассудит. А мы делаем анализ ситуации, получаем советы и заявляем о своей позиции семейной, профессиональной, гражданской. И ваши позиции здесь, вы на одной стороне. Только тогда может пара быть счастлива. Если какие-то такие вехи, что-то важное, вы согласны. Вы не против друг друга, как по пятерке жезлов, вы согласны. Вы будете в согласии. Что я здесь вижу? Я здесь вижу очень классные энергии. Все энергии прекрасные. Даже пятерка жезлов, это же не мечи. Это значит, вы договоритесь, в споре рождается истина. Я здесь вижу и деньги, пентакли, вы причем король, высокая карта. У вас будут средства на то, что вы задумали. Я здесь вижу любовь, взаимная, причем, потому что королева и король чаш. Взаимная любовь. Я здесь вижу самую главную карту это солнце. И если у вас есть вопрос, на который вы хотите получить мой ответ, да или нет, я вам скажу да, потому что солнце говорит да. На все ваши вопросы конкретные, которые вы сейчас можете задать в рамках этого видео, ответ абсолютное да. Ну, а тем более десятка чаш это естественный ответ да. Пользуйтесь, расклад шикарный. Очень редко выходит вот такой расклад. Такой ну, 100%, я бы сказала 300% позитивный. Если говорить об энергии дня, то здесь день великолепный. В этот день можно делать все и все получится. Все пойдет как по маслу. Но это у большинства людей. Даже если заказываете, не все должно соответствовать. Кстати, у меня заказать нельзя. Зачем пусть смысл, если можно все понять из общих раскладов. Здесь все будет у вас замечательно. движемся дальше и смотрим на четверг, мои дорогие. Я немножко теряю голос, у меня простуда. Не знаю, насколько мне еще хватит, но я стараюсь как могу. Если вы оценили мое старание, поставьте хотя бы лайк. Я уже не говорю о донатах. благодарю. Смотрим на четверг. Эти карты, их обожаю. Это золотые карты. На дне у колоды королева жазлов. Итак, что такое королева? Королева второй это как в шахматах выше короля. То есть это говорит о том, что вы в выигрышном положении. Ну вот по сравнению например с другими людьми, которые вокруг вас, вам повезло. Это возврат своей энергии, это идти своим путем, это найти выход, это найти радость. Знаете, радость она кругом. Только нужно уметь ее увидеть. не каждому дано, а вам дано. Ну и успех. Королева это когда есть энергия что-то делать, есть желание, а значит будет результат. Итак, десятка пентаклей. Ура! Вообще лучше этой карты нет, потому что это когда все счастливы. Ваши дети, ваши родители, вы счастливы в паре, у вас дом полная чаша, на кухне все есть, в холодильнике все самое вкусное, вы любите. это шкаф открыли и думаете, сама себе завидую. Там, где вы живете, это лучший район города. Вы довольны всем. У вас есть отложенные деньги, и зарплата неплохая, или хорошая, у вас, или у ваших родных. Если у вас такого еще нет, это будет. У очень многих это проиграется, просто так карты не выходит. Десятка пентаклей это когда человек все делает правильно, и это вас привело к тому, что вы будете жить в достатке. Вы и хватит и для детей, и для внуков. но вместе с тем какая-то часть людей, наверное, много людей сейчас так этого не имеют, потому что кризис, война, послевоенное время, многие люди пострадали, ментально пострадали все, и не обманывайте себя, как бы какая разница, я вне этого всего, нет людей, которые, тем более из наших, нет никого вне, ну, из наших постсоветских я имею в виду, ведь русский язык почему я использую, это все постсоветские люди, которые по всему миру живут, да, нас касается, и я больше чем уверена, что вы слушаете новости день и ночь, и у вас перевязанная голова, но не на этих картах, а урайдер вейт, вы очень пострадали ментально, эмоционально, физически многие пострадали, пришлось переехать, потому что разрушили ваш дом, все, что вы строили, и как, спрашиваете меня, как это возможно, вот это, как это возможно, если вы сейчас в бежене соживете на пособии, или вы потеряли работу, или вам пришлось переехать куда-то, ну, вы не думали, что вы оттуда хоть когда-то поедете, вы не хотите там жить, понимаете, и вот, когда я это говорю, все, люди меня обижают, ну, как бы, виноват тот, кто принес послание, да, это было когда-то в темные времена, мы же не живем темные времена теперь, а в светлые времена, да, хома новис, новый человек, в темные времена казнили того, кто приносит новости, и сейчас вы не чувствуете энергии, вы не чувствуете возможностей, и обвиняете того, кто вам сказал, возможности, колоссальные сейчас есть, колоссальные возможности, теперь можно в любую страну мира уехать, как беженец, найти себя, новый язык узнать, новая культура, а вы знаете, что такое новый язык, новая культура, это прожить еще одну жизнь, это очень классно, то есть вы не видите потенциала, и не понимаете, что потенциала нет только у мертвых, поэтому я говорю, что самый отрезвляющий момент, это такой момент умором, помним о смерти, чтобы жить, и видеть потенциал, многие из наших отпустили руки, но в советские времена я помню по себе, может у вас было не так, вообще надежды, что как-то будет по-другому, не было, если ты не был связан с номенкулатурой, как например моя семья, надежды пробиться не было, то есть не было желания ничего делать, и как-то времена теперь повторяются, и у вас как бы тоже пропало желание, и вы не верите, что возможно, а это неправда, нет уже тех времен, нет уже тех времен, это новые времена, эта карта была на дне у колоды, помните? Энергия, энергия рождается внутри, вот расщепление атома, да, нюклеи фьюжн, нам доказало, ведь это же все метафора, это все аллегория, это все абстрактное мышление, сейчас ученые нашли возможность расщепить атом водорода, и увидеть в этом атоме рождение новой энергии, из ничего, то есть точно как Бог нас сделал из ничего, понимаете? И в жазлах тоже указано это, что мы люди думаем, что энергию можно получать извне только, это неправда, у нас рождается энергия все время внутри, расщепляется этот атом, когда мы что-то делаем, изнутри что-то делаем, я всегда говорю, что двери к успеху открываются всегда изнутри, а не снаружи, королева жазла в этот принцип знает, это вы, откуда рождается энергия? У вас есть специальность, вы зарабатываете опыт, значит будут деньги, хорошо, специальность не нравится, ну а кто вам мешает новое что-то изучать? Никто, кто вам мешает изучать современные технологии, они простые, никто, кто вам мешает, легче вас всего обвинить в жизни, вот у меня не та специальность, обучайтесь, и забудьте о том, чтобы сетовать, десятка меча, это новый этап рождается, не берите в новую жизнь, в новый день, в новую неделю, вообще в новую жизнь, не берите вы старые обиды, да, вас обидели, да, рассоптали вашу идентичность, да, очень ужасно с вами поступили, рухнул ваш мир, ну так что теперь делать, на больного, который это сделал, можно обижаться, но он от этого здоровее и добрее не станет, нужно сказать так, это не я сделала, но я для себя возьму в руки план для освобождения от врагов, и у вас все истощилось, истощилось все желание жить, истощилось, но вспомним, помним закон nuclear fusion, энергия рождается изнутри, из ничего, пока мы живы, А вот вы этого не знаете, сзади эти шеи, зла, это как будто ваши года, мои года, мое богатство, там тоже много негатива, что значит, мои года, все вот там, хватит, впереди года, мои богатства, да, нас привыкли так думать, мои года, мое богатство, те, что были, нет, дорогие мои, те, что будут, мое богатство, закрутил расклад закрутил щедрость вселенной щедрость друзей какие-то визы выплаты виды нажительства у как у кого мои дорогие будьте милосердны у каждого разной ситуации при такой мир я очень современный предсказатель каких теперь нет вообще понимаете потому что все боятся говорить о современности говорят ни о чем я очень современная на единственное вообще я вам сразу говорю вселенная будет к вам щедра приличный человек вообще любят нас или не любят только по поступкам вот я здесь здесь говорю почему вселенная вам щедра люди вокруг вам будут щедры в новом месте ли там где вы живете потому что по поступкам вас знают это еще в библии написано как они сказали мы не знаем его откуда он да он же хрисус из назарета вы знаете что он пришел на свадьбу там из из вина сделал вернее из воды вино то сделал воду живую да вы знаете что он сделал а тогда мы знаем что он сделал действительно теперь мы знаем кто он по поступкам нас любят или не любят а если мы вообще пришельцы нас никто не знает так нам нужно показать себя причем я стоит показать себя чусь и открывать должна я светлый маг если не скрываю посмотрите мне в глаза что в них вы видите пишите в комментариях каждый видит свое кстати потому что зеркало наше зеркало отражается в глазах другого щедрость ну окей конкретный вопрос какой у вас вопрос у всех они очень похожи хочу денег хочу хорошую работу хочу жить спокойно в хорошем месте хочу чтоб не не изменял партнер хочу чтобы дети меня любили и уважали а какой у вас вопрос карта ответ да потому что шестерка пентакли карта щедрости ответ да так и будет так сказала так и есть знаете иногда и так но я же не все говорю что мне приходит некоторые секреты некоторая мистика некоторые не нужно сказать вещи и вот здесь я открою вам свой секрет я спросила у этой карты ну хорошо может и сморозила может и зря вот это все говоришь да и когда выходит эта карта я просто секрет открыла иногда нужно открыть секрет но не всегда и вышла тройка чаш и я так пойла окей лена все правильно высшая сила говорят лена все нормально ты правильно говоришь ты правильно говоришь но то что касается меня да что касается вас то тройка чаш конечно это ну когда хорошо все когда вы счастливы может вас день рождения от души поздравляю это карта имениннику почему каждый день именинники каждый день это счастье у вас будет все хорошо вы будете веселиться праздновать вселенных вам щедра значит даст денежек шестерка пентаклей беды все заканчиваются по десятке мяча вы приобретаете свою энергию по королеве жезлов вы сейчас закладываете фундамент ваше счастливое будущее десятка пентаклей и верните свою силу по девятке жезлов не разбазаривайтесь на тех на плохих злых людей они не стоит ничего не стоит на них обращать никакого внимания вот такой расклад и я знаю что у вас будет все замечательно потому что я вас всегда верю а если просуммировать энергии то я здесь вижу деньги я уже сказала это энергичный очень день день хорош для заработка для продвижения вперед по тем параметрам которые вы себе запланировали и еще день очень хорош для того чтобы искать себе любовь все что вы ищете обязательно найдете теряю голос так что надеюсь мне хватит голоса чтобы закончить расклад сейчас будет расклад на пятницу эти карты и больше всего использую они очень при приближены к райдер вейт какие энергии будут вами управлять кто вы по мнению высших сил человек который ждет чего-то море погоды немножко сомневающийся вы человек который немножко недоволен на жизнью или немножко вы как бы что-то посеяли ждете результата вы бы решили что вы все сделали что могли в принципе так и есть вы все сделали что могли нужно нужно ждать результата эта карта оптимистична кто вы но мир ваш рухнул у многих то у многих мир рухнул а тот кто принято сейчас тоже это реальность тот кто думает что ничего не рухнула он сам себя обманывает он спрятал голову в песок и не хочет видеть реальность это очень опасно лучше увидеть реальность чем ее избегать здесь карта башни до мир действительно рухнул старый мир деньги рухнули банки рухнули взаимоотношения между странными народами все рухнуло все мир теперь новый король пентакли да новые деньги видите как я сказала то что банки рухнули это не значит что не будет новых лучших денег будет со временем но сейчас все очень трудно сейчас не время накопительства сейчас время вкладывать в себя потому что деньги могут девальвироваться полностью и вообще-то это хорошо в такое время кризисное она хорошо когда мы научимся жить в моменте да сама нечистая сила открыла свой свой вид показала себя это нечистая сила ляпы подселенцы оборотни всевозможные вурдалаки которым которыми наполнен мир и все что хочет враг рода человеческого прийти разрушить убить уничтожить забрать внушить неправильные мысли запутать а еще хуже вот подселенцем стать во многих сейчас подселилась это все рептилии полно вы это сами знаете карты после вам напоминают реальность нашего мира да ну какой расклада реальность мира башня и дьявол это самые плохие карты в колоде то есть сейчас действительно самое темное время перед рассветом то что мы сейчас с вами переживаем но смотрите видите все что масть что всю масть перекроет когда вы такой расклад такой расклад бывает очень редко этот расклад знаете как encouragement он говорит вам что он не бойтесь того что вы видите это пятое измерение открылась а что такое пятое измерение это время прозрачности все что было раньше тайны и скрывалась под кустами там хищники всегда скрываются в лесу то сейчас это все проявилось но вы не бойтесь лучше знать чем не знать и второе такое понятие что всю масть перекроет если у нас выходит очень хорошая карта при нибудь автономета это 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 выходит очень хорошая карта которая и после плохой это однозначно вот самое тяжелое время очевидно уже позади теперь будет лучше у вас может это дома домашние какое-то насилие или же глобальное на работе у кого как у кого как мои дорогие но глобально касается всех смотрите вот все что масть перекроет такое я не помню что такого было когда в последнее время может быть несколько лет такого расклада не было еще во первых показал расклад конкретно но потому что раньше не было такого ужасного времени как сейчас не было же раньше такого времени поэтому вот карты за что одна за другой до показали реальность все рухнуло у вас рухнул старый мир марш это ничего не значит потому что вселенная дает раз чтобы после дьявола вышло солнце сейчас она начнется все чаще и чаще так выходить чтобы давать нам людям надежду из и чтобы мы но поверили в будущее потому что ребенок верит в будущее поэтому он все время развивается вы победите дьявола но это может быть поведите свои злые вредные привычки если у вас есть плохие привычки вы их победить или же победите свою нерешительность или же если это кто-то из домашних то вы конечно получите возможность жить отдельно от них так от плохих людей вау три старших аркана но вы сейчас переживаете прямо скажем информацию которая у вас есть она недостаточная потому что у вас глаза здесь закрыты недостаточно реальной информации в основном накручена информация внушенные вам чьё-то мнение на информацию вам нужно сейчас достоверных источников полно сейчас другое время время прозрачное потому что у всех есть телефон все 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 снимают реальные события мы этим поэтому но время другое другой человеком вы себя вы еще живете по старым стандартам когда у человека не было доступа доступ есть ну конечно все боятся потому что ну что роботы все заменят а как мы будем работа будет мы боимся 8 миллиардов нас от 100 лет назад сколько было там три миллиарда и сколько даже два сто лет назад помогала 2 миллиарда теперь 8 представляете что нам теперь делать но естественно что когда роботы все заменят да даже программисты не нужны будет через десять лет потому что уже сейчас роботы программируют вы думаете где будут мои дети учиться к что я буду делать где буду жить но чего вы переживаете вот это глобально где когда там вот вам говорит карта все будет нормально но бог же есть он все устроит чтобы мы могли с вами как-то жить нормально тем более карты часто показывает что технологии это неплохо это хорошо силу получите силу свою вернете получите короче золотого или ваш любимый человек который хочет вас защитить приголубить помочь утешить дать вам защиту shelter дать вам убежище его любви убежище его заботы о вас но кого-то это реально убежище кто-то кто-то пострадал от войны поствоенный период кто-то хочет найти себе убежище в новом месте вы его найдете не будьте злыми людьми не будьте будьте импатами потому что если вас беженство не касается то теперь более 10 миллионов это касается наших людей постсоветских людей людей из украины например мне пишут некоторые они только из украины ну слушайте будьте импатами у них дом разбили разрушили бомбы но если вы из казахстана тоже можете быть беженцом но будьте импатами будьте немножко импатами написал из казахстана вчера что а не только беженцы из украины ну конечно не ну может и вы беженец я вас понимаю но будьте импатами ваш дом не разбили не разрушили правда казахстане у вас какие-то свои причины я вас люблю уважаю понимаю может и вы беженец по финансовой по может быть вы беженец по экономическим причинам. Не равняйте мухи с котлетами, пожалуйста. Нужно быть эмпатами. Без этого никак нельзя. Итак, что-то разбилось. Что-то разбилось. Это карта потерь. Карта потерь, горе, страдания, горечи. Вы смотрите на чаши, в которой все разлито. Горечь, кровь. Кровь не водится. Понимаете, не водится. Те, кто кровь не пролил, не понимают этого. Если он не эмпат совсем, ему ничего не угрожает, можно рассуждать. Если муж не бил и не пил, у меня, например, такого не было. Мне нужно понимать это, потому что это не мое. Но нужно быть эмпатом, чтобы понять женщину, которую бьют. Или если вас с работы не выгнали, нужно быть эмпатом, чтобы понять человека, у которого мир рухнул, потому что с работы выгнали, не по вашей вине. А потерять работу выгнали вас, или вы сами ушли. Кстати, самому тоже нелегко уйти. Я сама уходила несколько раз. Я знаю, что это такое. Это хуже развода. Потому что на любимого человека мы тратим по статистике от двух минут до десяти в день. А на работу 16 часов некоторые тратят. Напишите в комментариях, какой мир у вас рухнул. Что рухнуло? И чего вы страдаете? Снимите себя-то чёрный плащ. Смотрите, видите, какой у меня сегодня цвет. Ну, в смысле, чисто абстрактный чёрный свет. То есть перестаньте страдать и жалеть о том, что не вышло. То, что что-то не вышло, это портал в изобилии в будущем. Вы же знаете, чего уже не нужно делать. Может, меня не слышно. Голос очень-очень слабый. Там есть мост, там есть впереди какой-то замок, позади две чаши. А вы думаете, а, вот мне уже 40 лет. Позади две чаши. Или, например, о, да, я всё. Вы не видите то, что наполнено. Вы видели то, что разрушено. А нужно увидеть то, что наполнено. А для этого нужны особенные глаза. И тогда вы, о, ха, я знаю. По этому мостику пойду, ту работу достану, того человека узнаю. В ту страну перееду или не перееду. Если вы не переезжаете, остаётесь там, где вы есть, но это не значит, что только для вас я делаю видео. Я даю разные варианты для разных людей. Имейте совесть. Ну, хотите выписываться, выписывайтесь, но имейте совесть. Так как вы со мной себя поведёте, точно так вы с миром себя ведёте. Человек виден по поступкам. Милого узнаём по походке, то есть по поступкам. Человек не меняется. Он столько становится всё зрелее. А нам кажется, что он меняется. Он просто укрепляется в том, кто он есть. И если человек показал себя с плохой стороны, для вас именно. Это не значит, что он когда-то поменяется. вам нужно искать другую жизнь. Да. Вот такой расклад, мои дорогие. Умненькие, благоразумненькие люди, кто имеет уши, чтобы услышать, глаза, чтобы видеть, и сердце, чтобы понять, всё поймут. А я в вас верю. Я обнимаю вас крепко. Если проанализировать энергии дня, то здесь ху-ху-ху-ху-ху. В этот день вы многое поймёте. Вы многое поймёте. Кто есть друг, а кто есть враг. И в этот день вы найдёте то, что ищите. Потрясающе. Потрясающе, мои дорогие. Теперь смотрим на выходные. На субботу и воскресенье мы смотрим на Ленорман любимых. Я знаю, что вы ждёте и дождались. Обожаю. Обожаю Ленорман. Смотрите, он мой свет, видите? Итак, Аллилуйя! Даже запела критинголсом. Кольцо. Кольцо — это выполненное обещание, это счастье, это достаток, это радости. Всё кольцо. Знаете, напоминают мне кольцо? Сейчас у нас на Западе есть такой новый тренд. Называется Conflict-Free Diamonds. Никогда не слышали, совершенно новый тренд. Ну, вообще, этот тренд уже давно, лет 30 уже, но именно вот это название Conflict-Free Diamonds. Это означает, что когда мы покупаем, ну, diamond — это просто абстракция, да, это метафора. Когда мы покупаем что угодно, кофе, там, мясо, мы хотим, чтобы все эти животные жили нормальной жизнью. А когда покупаем кофе, мы не хотим, чтобы был использован детский труд, например, да, вот я покупаю кофе, где женщины имеют свою компанию, и это называется Conflict-Free. А Diamonds, которые выращены, ну, не там, где мафия, торговля оружием, вот это вот все, да, гадость, это все. Ну, это я так, к слову. Кто меня не понял или кто нам еще злой, это ваша проблема, немая. Если вы не хотите правды знать, то я вам не помощник. Итак, давайте, давайте, мои дорогие, смотрим, что же вас ждет, что нас ждет всех. Где у нас будет Conflict-Free Diamonds? Conflict-Free Diamonds. Звезды. Шикарно. Эта мечта исполняется. Ключ. Ключ от мечты. А теперь конкретненько, да, по делу. Какая у вас мечта? Потому что звезды всегда символизируют мечту. А ключ символизирует, ну, найти, найти источник, ну, найти план, создать план, который 100% приведет к осуществлению мечты. У кого-то мечта реализовать все в профессии. Называется жизненное предназначение. У кого-то мечта найти любовь. Быть успешным в семье. В семье никогда не бывает гладко. Никогда не бывает такого, чтобы было все гладко. Тишь гладь Божья благодать обычно под покрывалом там ужас, что делается, кишит. Нужно знать, что семья это всегда живая субстанция. Сегодня одно, завтра второе. Главное, чтобы люди в глобальном понимали друг друга. Они не должны все время соглашаться. Почему семьи часто распадаются, когда в ключевых моментах люди не соглашаются. Знаете, как говорится, будет или не будет, это Бог рассудит. А мы делаем анализ. Это не грех, это делать анализ с вашей ситуацией и обозначить свою позицию. Когда в семье позиция разная, у мужа, у жены, у детей, когда люди конфликтуют на более глубинном плане, а все как бы тихо, гладь сверху. Вот такие секреты, обычно семейные секреты, семейные мистики, это ужас, что там делается внутри. А все так покрыто, да, так сверху покрывалом покрыто. Не думайте, что у кого-то, у другого в семье нет там ни конфликтов, ни есть у всех. У тех, кто, да, там у меня, у меня все хорошо. Те люди просто не знают правды. И поэтому пишут мне, ничего, все было нормально, чего он ушел. А вот по этой причине, что нужно понимать семью как живую субстанцию. Если у вас по семье был вопрос, все наладится только тогда, когда вы будете воспринимать свою семью как живую субстанцию, а не манипуляцию друг другом. Вот опять вот этот вопрос, Лена, я всегда спрашиваю карт, когда я что-то такое скажу более серьезное, я знаю, что большинство слушателей скажет, мне напишут, о чем это было. То есть люди не понимают, не хотят слышать глубокой правды. Я всегда спрашиваю карт, хорошо, карты, покажите мне, права или нет. Абсолютно права. Я сказала чистую правду, потому что крест вышел. Жить с другими людьми это крест. Легче жить одному, потому что другие люди это другие, другие, другие установки, другие гены. даже ваши дети это не вы, это другие гены, это новый человек. Я уже не говорю о мужу, муж это не родственник. Это совершенно чужой человек. И чтобы с ним жить нормально, нужно понимать, что он другой человек. И с человеком жить вообще невозможно, если вы с разных сторон баррикады. Баррикады. Вы должны в главном соглашаться. Ой, какой он плохой. Чем он плохой? Он просто другой. Для кого-то плохой, для кого-то хороший. Это солнце. Ищите себе подобных. И если человек действительно плохой, а такое тоже бывает, например, бьет, врет, унижает, пьет. Ну, пьет, потому что он больной и неправильно лечит свои болезни. Потому что алкоголь это старое, очень плохое лекарство. У меня, кстати, вода. Крест. Это тяжелое время. Для вас сейчас тяжелое время. Вы свой ключ еще не нашли. А чего не нашли? Звезды говорят, ключ-то есть. Начинай, ну, начинай пробовать. Мне пишут, ой, как найти жизненное предназначение. Но вы хотите искать это по-своему. То есть, чтобы оно само к вам пришло, на книжке деньги появились, мужчина подходящий сам появился, первый попавшийся палец в небо. А что он такой плохой? Но он, вы не выбирали, вы взяли первого попавшегося. Так это рулетка получается. Это русская рулетка получается, понимаете? А проверили вы его? Нет. А чего вы тогда обижаетесь, что он такой сикой? Сбежал из дворца? Ой, жизненное предназначение не могу найти, потому что вы хотите что-то одно и не понимаете, что ваши гены вам нужно раскопать в себе, узнать, что вы делаете легко, с удовольствием. Этого недостаточно. Нужно ли это людям? Потому что бывает предназначение отшельника, никому не нужно это, только вам. Но тоже имеет место быть. А если хотите денежку получать, нужно ли это людям? В одном месте это не нужно людям, а в другом, видишь, нужно. Хочу мороженое, хочу пирожное, да? В одном месте едят одни вещи, а в другом другие. А вы только вот такие умеете готовить. Так переезжайте, открывайте ресторан там, где это будут люди покупать. Ну, это к слову, мои дорогие. Жизнь – это ресторан. Творец накрыл столы для нас. И все равно, кто их видит, друзья или враги, творец с этим не считается. Как у нас написано, но это старые слова все в Писании, что творец открыл столы перед нашими врагами. Но не забывайте, это не о том, что перед врагами, это о том, что творец просто накрыл для нас столы, то есть дает нам изобилие. И неважно, кто на это смотрит, враги или друзья, мы продолжаем жить. Неважно, лают собаки или птицы поют, караван идет, невзирая только на собак, но тоже на птиц, невзирая на дифирамбы тех, которые нам делают комплименты, потому что комплименты – это значит, кому-то надо что-то от нас. Ну, не всегда в основном. тяжелый крест несете, ключ свой не нашли, предназначение своего не знаете, несете тяжелый крест нехороших отношений, боитесь, что вы или не найдете, или не сможете. Книга судьбы. Две судьбоносные карты. Сейчас судьба ваша решается. Ну, решается судьба. Понимаете, мои расклады, они очень глубокие, они не для всех. Вернее, можно их и поверхностно понимать, конечно. Может, кому-то нужно обучаться чему-то. Или какая-то запись в церковной книге. А может, кому-то нужно получить какие-то знания, информацию. А может, кому-то нужно услышать, что Лена говорит. Вот эта карта очень хорошая, эта карта удачи. Теперь, видите, открытая книга. Открывается новая страница в вашей судьбе, и это удача. Вас ждет удача. А кого ждет удача? Почему клевер при дороге? Она же не ждет того удачи, кто сидит дома и говорит, у меня ничего не сбывается, иди отсюда. А что вы делаете? Ничего. Это говорит о том, что все сбывается, но вы просто не участник этого. У меня ничего не меняется. Смеетесь? Закон физики знаете? Ничего не стоит на месте. Вселенная давно ушла вперед, уже и роботы, и все. А вы еще вот земля у вас плоская. Ну да, земля у нас шарообразная или плоскообразная. В зависимости от того, кто на землю, извините, смотрит. С плоским мышлением или с объемным мышлением. Естественно, земля может быть плоской. Я абсолютно в этом уверена. Почему клевер при дороге? Вы меня спросите. Почему клевер на дороге, при дороге? Потому что откроется удача для тех, кто по дорожке это идет, топает. И ни одну пару кроссовок истоптал. И у этих людей, кто топает, будет успех, будет процветание. Букет это все хорошо. Но букет это ответ да. Вот спросите сейчас у моих карт, чего вы для себя хотите. Я вам скажу ответ да, это сбудется. Но это гарантия, потому что букет это да. Тем более, две карты цветов сразу вышли. И букет, это клевер. Букет это радости, такая красота, красивая жизнь, достойная жизнь. Если мы живем в недостойном месте, человек не дерево, он может переехать. Человек не дерево, мы не забываем об этом. Нам внушили, что мы деревья, где родился, там пригодился. Я так не уверена. Если там, где я родилась, меня не любят, от меня хотели избавиться, это моя история. Вы же не знаете, еще я эмигрировала. Вот не нужно меня судить. Я не дерево. Ну а вы как решаете, кто вы? Любовь. Найдете там, где вы ее будете искать. И не сразу мы находим любовь. Кому когда повезет сразу найти любовь? Это редкий случай. Поэтому очень редко кто счастлив в любви. Потому что все палят в небо. Первый попавшийся влюбляясь, потому что он мужчина. Ну уже влюбиться можно, да? Нет. Влюбляемся, когда мы узнаем характер его. Поэтому очень редко кому повезет. Ведь если это русская рулетка, ну так извините меня. Но я скажу одно, что любовь у вас будет, любовь по судьбе. Но сейчас вы в кармических отношениях, крест и сердце. Сейчас вам трудно. Ну а вывод делать вам. Дороги. Дороги открыты. Потому что иногда карта развилка это закрытие дорог. Если она рядом с такими картами, как змея, например, может перекрыть дороги, крысы, тогда это закрытие дорог. Но разве так? Можно быть закрытие? Звезды это вообще расширение возможностей и развилка открытия дорог. Открытие дорог. Какой расклад, да? В общем, многое показал. Энергетика расклада очень положительная. Две карты цветов. Судьба будет меняться. Две судьбоносные карты книга и кармическая карта крест. Вот сейчас эта тяжесть, которая на вас давит, вся как бы поднимается. Лифтед, да? Лифтед сходит с вас, потому что раскрыта книга и переписывается кристаллическая решетка вашей судьбы. Вы находите ключ, к счастью, ключ сердца. И дороги открываются звезды и развилка. Расклад очень положительный тем, что у него заряд, так, все, хочу знать, хочу вперед, хочу что-то делать, хочу понимать, что это сразу не происходит. Крест медленная карта, да? Книга медленная карта. Но клевер это такие маленькие лучики успеха. Видишь, и там чуть лучше, чем было вчера, и здесь немножко лучше, чем было вчера. Смотришь, и как-то на душе посветлело, и дорожка открылась, ой, я знаю, куда идти. Ключевые моменты дня, недели, это важно. Ну, а звезды это дорога оселит идущая, это вдохновение. Кстати, вдохновение приходит не при том, что мы себя настраиваем. Вдохновение приходит, когда начинаем что-то делать. Поэтому звезды это активная карта. А теперь спросите свой вопрос. Задайте свой вопрос конкретный. Там любовь, деньги, профессия, здоровье, любой вопрос. Ответ да. У процентов, я бы сказала, здесь 70 на 30 я вижу. Ну, я по цифрамовому, я сейчас просто все цифры, у меня по математике было 5, так что не сомневайтесь. Я все цифры эти складываю, вижу 70 на 30. У 70% все получится легко, у 30% с нажимом и трудно, но получится в любом случае. Вот такой рассказ, мои дорогие. А я знаю точно, что у вас будет все хорошо, потому что вы умненький, благоразумненький человек и все услышали и поняли правильно. Правильно для себя лично. А мы еще с вами увидимся. Ну, собирать карту у меня не от голоса. Но пока собираю карту, я подытожу. Выходные очень интересные, очень интересные. Это может быть и встреча любви на выходных и куда-то пойдете или поедете, что-то поймете, ключ, красиво накраситесь, букет, что-то прочитаете, информацию получите. Ну, может быть, даже где-то и немножко подумаете о жизни, о главном, получите удачу и воодушевитесь. А что еще нужно, боже мой? А мы же с вами вместе поддерживаем друг друга. Шикарно. Меня можно поддержать лайком или же донатом. Лучше всего донат послать мне на сайте, тогда вся денежка мне идет. Раз в месяц несколько долларов, если не жалко. Это всегда очень благородно. Благодарю. Кто-то мне пишет, я вас так люблю, я ваш друг, я так пользуюсь вашими раскладами, мне так помогает. Вы меня вообще вытянули из сложной ситуации, но я вам даю рекомендацию как ваш друг. Перестаньте говорить благодарю за донат. В конце видео напишите текст, и пусть он идет, потому что противно это слышать. О, какой друг. Пишите, разве такая дружба бывает? В конце видео это говорю, благодарю за донат. И вот такие у меня друзья есть. Таких, кстати, много друзей у меня есть. Что делать? Вот такая дружба бывает, да? Тихо же не прошло доната ни у кого. Если есть, возможно, человек понимает, что это нужно, поскольку сейчас 70% людей смотрят без рекламных интеграций. У всех у нас русскоязычных блогеров, так что если кто-то этого не понимает и считает, что за ее труд нужно платить, а за мой не нужно, ну так извините. Я здесь не помощник таким людям. Дорогие мои, я обожаю с вами говорить, и часто после расклада я отвечаю на вопросы слушателей, но сегодня я вообще еле выдержала. У меня болит сильно горло, я прошу прощения, я стараюсь как могу, не могу вас оставить без расклада на неделю, поэтому я взяла себя в руки и через боль в горле все-таки сделал этот расклад, и знаете, расклад очень правдивый и классный вышел, но плоха книга или хороша только потому, кто ее читает, не забывайте об этом. Обнимашки из Ванкувера, желаю всем счастья и до новых встреч, пока, мои дорогие.